Блин, господи, как тесно! Привет, мой дорогой зритель! Хочу с вами поговорить откровенно и честно. Я просто задыхаюсь. За последнее время, за последние месяцы мне так трудно понять, вывести саму себя, понимаете? Со стороны я создаю видео, и вы мне пишите, «Катя, ты такая молодец, ты такая талантливая, ты там создаёшь такие интересные вещи, ты нас так вдохновляешь». А по факту в моей жизни происходят очень сложные моменты. Я так и не смогла пока что восстановиться в плане живописи и после ухода папы я не рисую море, я его потеряла. Я не рисую новую тему, потому что как будто она не до конца показывает, характеризует меня. И вообще что-то новое кардинально начинать всегда трудно. От этого абсолютное выгорание, абсолютный стоп в больших картинах. И не помню, когда я вообще создавала что-то такое цельное, масштабное. За последний месяц, наверное, самый масштабный я создала «Хогвартс Экспресс», но это всё больше фан-арт, такое, знаете, желание просто рисовать. И, ну, не что-то серьёзное. И от этого очень трудно. Я бы хотела развеять эту картинку, что вот ты такая художница, и у тебя всё прекрасно идёт. Нет, так не бывает. И вот на самом деле последние месяца в шесть я такого значимого и не создала. Шесть. А я раньше за шесть месяцев могла пятьдесят картин нарисовать. Это трудно. И вчера я опять села рисовать, села рисовать в новой теме. И я тут набросала, значит, какой-то там зал, набросала вальсирующие пары. А потом такая, а нахрена? Это не то, это всё не то, что в этой картинке. Для чего эти пары, с чего вдруг залы, да, время, да. Может, какая-то идея, концепция в этом есть. Но в этом не я, абсолютно не я. И весь вечер я рыдала со словами, что я, кто я, для чего, где моя тема вообще. Я очень сильно устала. И я понимаю, что если я не создам что-то в ближайшее время, не почувствую вот этот вот прилив снова эмоций и желания рисовать, это очень сильно может меня вообще погубить как творца. И надо что-то с этим делать. Вчера я вообще проплакала весь вечер. Я уже сказала, и это было тяжело. Возможно, кто-то по ту сторону камеры поймёт и увидит во мне себя. И, может быть, не станет так идеализировать кого-то. И поймёт, что все проблемы у людей не одинаковые. И в тебе всё в порядке. И такое бывает с каждым. Даже тот, кто рисует уже порядка десяти лет. И я посчитала, что тем важно показать, показать на самом деле всё как есть. То, что меня всё бесит. То, что мне дико тесно. Хотя целая квартира в моём расположении. Но тесно именно морально. Знаете, вот я просто задыхаюсь в этих новых каких-то темах, в этих задумках, в этих коричневых цветах. В этой темноте последних морских картин, которые у меня были. Они все были про шторм. Я ещё молчу про то, что всё на улице чёрно-белое. Хотя мы не живём в чёрно-белом фильтре. Что я вообще сегодня хочу? Я хочу взять большое полотно. Потому что полночи не спала. И думаю, что мне всё-таки нужно взять абсолютно яркие краски. Вернуться, возможно, к истокам. То, что я действительно люблю. Не гнобить себя и не задавать мыслями. Для чего сейчас это море? Я ведь его не вижу. Я не вижу даже там ярких красок. Это, наверное, взять и рисовать. Вот просто как робот. Наверное, это мне поможет очень сильно. Я хочу взять большие полотна. Я, блин, когда переехала в мастерскую, я думала, всё, время началось. Я буду писать огромные полотна. Я вообще так... Я понимаю, по какой причине произошло всё это. Понимаю, какое событие случилось. Я не буду преуменьшать каких-то чувств своих. И, возможно, это нормально, да, что я перестала рисовать. Но мне срочно, прям срочно надо вернуться к себе самой. Поэтому я откатываюсь на несколько лет назад. Я сейчас возьму самый большой холст. Я даже не знаю, хватит ли во мне сил сегодня его написать. Ну, или там за ближайшие дни. Я возьму яркие краски. Я просто буду писать. Писать то, что я люблю, то, что мне было привычно. Я откопаю какие-нибудь старые референсы, старые фотографии. Раньше я работала, соединяя разные референсы. Море с одной фотографией. Допустим, там, с поездки. Небо, которое увидела на закате, там, в совсем другом месте. И мне очень нравилось придумывать эти фантазийные морские пейзажи. Передавать чувства. Вот к этому я и вернусь. Надеюсь, мне поможет. Всегда помогала. Потому что вот находиться больше вот в таком вот состоянии я не могу. Это все закончится очень плачевно. Тем, что я вообще все нафиг брошу и строюсь на работу. Нормальную, на стабильную. Где у тебя не будет качели. Где не будет зависеть твоя работа от твоего внутреннего состояния. Я этого не хочу. Это абсолютно не мое. Я свое чувство, свое желание быть художником всегда ощущала очень ярко и открыто. И всегда была уверена в нем. Но вот полгода это уже слишком много. Для нестабильности это очень тяжело. Зачем я с вами этим делюсь? Спросите вы. Не знаю. Возможно, кому-то это нужно. Кому-то нужно увидеть, что у блогера не все хорошо. Не вся картинка такая идеальная. И может быть за камерой он слезы льет. И не может ничего дельного создать. И зарылся в эти миниатюры, в которых удобно и комфортно. Поэтому давайте мы просто с вами сегодня порисуем. Вот. Все, что нам нужно. Мы порисуем. Музыка. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Добро пожаловать в Казахстан!